Галина Дубович, ученый-агранум Я нахожу такие, знаете, как это называется, такие зерна истины Геркутский клуб садоводов-опытников Ну, заметьте, ученый-агранум, ученый И он же, а садоводопытник, это мы, ребята, любители Вот это здорово, согласитесь И вот, допустим, я решил прочитать ее письмо, а это не ко мне Ну, откунулся, бывает Ой, вот что значит Сибирячка Ну, есть же, есть же, оказывается, наши люди Я уже совсем руки опустил после этих Тимирязевых Все ранее разработанные методики по обрезке плодовых деревьев Подвергаются ежегодным проверкам в суровых условиях Сибири Наши плодовые сады, повторяю, Иркутск, проходят тяжелее Дальше испытание зимой, когда температура воздуха на длительные периоды Поднижается до минус 40-45 градусов Внимание! Ранней весной кора и древесина деревьев страдает от резких перепадов Дневных и на всех температур Особенно в экстремальные дни Достается коре скелетных веток Из стволов незащищенная побелка от перегрева Пока минус Я только сейчас схвалил А у нее, получается, побелка бы спасла Вот Я так скажу Если видите В Иркутске никогда не было Пока там не появились казаки А потом нормальные люди В смысле, казаки первопроходцы А потом эти Потом переселенцы Кто-то горточку вишневых косточек привез Вот А абрикосы вообще не мечтали Но это все южное Что бы вы ни делали Кора будет трескаться, лопаться Во-первых, это я уже в плане учебы Я уже об этом столько раз говорю Она трескается Это ее генетическое состояние Кора растет Дерево растет Она дубеет Рост прекращается Она дубеет Приходит следующая весна Ей надо расти дальше И вот тут она лопается Потому что она лопается Где угодно Я показывал фотографию сосен То есть все так же лопается Все так же Никакого отличия А сосы-то местные Им, казалось бы Зачем лопаться Мы же не кидаемся Когда сосна лопнется Лесники-то не бегают Там не замазывают эти И побелку не делают сос Кстати, мы смеялись Вот что интересно То, что в лесу Выглядело бы идиотством Перекопать в лесу почву Чтобы деревья лучше росли Перекопать Побелить сосны Побелить березы Береза золота белая Побелить осины Так нет Все думаете Сделать им штамбы Вот так вот Раз, раз, раз Не положено им же иметь ветки Скелетные отнизу Ну не положено Там это идиотство А в сад переезжаешь Уже и не идиотство Дерево колечится Все считают, что так и надо Вот И сейчас поймете к чему Пока будем считать Вопрос открытый Незащищенный побелкой Я одно знаю Если бы побелка Не была придумана Никогда Было бы все то же самое Вот Но это пока мое мнение Пусть здесь оно разошлось Но вы же не знаете Почему это письмо Почему я с таким уважением Отнесся к женщине Которая называется Галина Дубовича Днем Ну это она называется Вот эта причина Для меня причина Это естественное трескание Дерево растет Во-вторых естественно Да от мороза Кто бы спорил Ночью Растрескивается Древесина Образуется морозобой Вот Через них проникает Инфекция Губящая деревья Из-за тех Период вегетации Запомните Инфекция Особенно зимой Никуда не проникает Ее практически нету Именно зимой Когда начинается лето Да Вот Зимой Появляется морозобой Появляется мертвая ткань Летом За нее Берется за работу Мхи Лишайники И грибы Мхи Лишайники И грибы Это их честная Полезная Нужная работа Вот когда это будет В новом садоводстве Когда Это станет Настолько привычным Что избавимся От дикой Ненужной Работы Бесполезной Глупой Уничтожающей деревья Пока Это звучит Ерест Слушайте дальше Но я все равно Ее это самое На этом моменте Я это самое Видите Она пишет Последствия обрезки Может быть Вот за эти слова Все последствия обрезки Я готов Расцеловать Не видел ни разу Готовен расцеловать Галину Дубович Ученого Гранова Вот она Вот она Последствия обрезки Да мы не так Недалеки друг от друга Наука и практика Я тогда сказал Один раз Это должно быть С самого верху Но никто Никогда не сделает Он считается Пустопорожнее Этот опыт Что такое Пустопорожнее Никто не станет Сто деревьев Все одинаковые Допустим 1000 Часть из них Не обрезались При пересадке Часть обрезались Это Сравнение Часть сделали Штамп снизу А часть сверху Отрезали А часть побилили Часть не билили И чтобы ни один Ни два А сотни таких Сотни таких Сотни таких Ну 5-10 лет И мы перестанем Губить в стране деревья Вот Понимаете Сделайте опыт Господа Я обращаюсь Ко всем тем Кто имеет к этому Отточнение Президент Академии наук Министра образования К министру науки И высшего То есть Министра Школьника Ладно Пусть живут Вот Но уже хотя бы Министр науки И высшего образования Хотя бы Министр сельского хозяйства Вот Кто-то должен Этот опыт сделать Наконец Я-то ответ знаю Но почему-то До сих пор один Ну сейчас Маленько Что-то покажу Комментировать Не надо Вот это И есть Морозобойные Страшные Жуткие Вот У меня солнце Справа А слева Вот там Запад А здесь Восток Естественно Что так Там перегревалось Тут не нагревалось Вот И естественно Что я ничего Не делал И делать не собираюсь Ну дерево Всего 20 лет Вот Оно Побирать не собирается Ладно Вот это вот дерево Это у меня уже Кто был Королевский А вот еще Один королевский Вот эта ветка Сейчас Жива здорово Огромный На высоте 8 метров Я в кине показывал Вот так вот Шапка падала Да Вот Вот эти две ветки Упали Одна которая Крупная Раздавила Фейну Помните Эту прошлую историю Страшно было Фейну Это Потому что На ней На этой ветке Висело Ведер 8 наверное И больше Потому что Поднятия было Невозможно Вообще Поднятия Не было Когда вот так Рухнула эта ветка Вот все Что я от нее оставил И вот Казалось бы Да Вот это дерево Изувечено А я смотрю Как Да Получились Страшные Разы Да Морозобой А вот здесь Вот Она как-то Окупливается Как-то вот Выделяется Вот такой фрагмент Вот здесь Идет сок Вот здесь Идет сок Вот здесь Идет сок И вот здесь Идет сок И приросты Сейчас Я хожу вокруг И думаю Облизусь Боже У меня ноги Не те Как после операции Вот А стрелинка У меня Два метра А еще Этот самый Не достаю А там Метровые приросты Сейчас Я облизусь Я бы на каждом Это же Калерский Я бы на каждой Весочке По 200 рублей Заработал С вами Делюсь такими Этими Самыми Мыслями А они Вот они Метровые приросты Сейчас А если бы я Лечил бы Это они Еще не появились Эти раны Понятно Что дерево Это где-то лет Этому Где-то лет 25 Ну и так примерно Припоминаю Может 23 Может 28 А если бы я лечил Да не было бы В этом дереве А всего Двумя-тремя Годами раньше Гигантская ветка Рухнула С таким урожаем Что Если бы Вы видели Вот Вы бы тогда Точно сказали Эти мрязевцы Гоп до кучи Вот Дружите Железу Дружите Пока бы Жил Латинко Вот Боднер Нельзя же было Так игнорировать Мужика Боднер Супер Чек Который Гений Который Волшебник Предсмертные слова Для меня Предсмертные Последняя встреча В этой жизни Константинович А он же Не владел Этим интернетом У меня там Нету Я так Еще так Жалко Говорю Ну Это самое Я же про вас Два фильма Снял Помните Он назывался Рядом С Великим Ну Что Говорит Нет у меня В интернете Больше Ну то есть Он Мне дает Должное Нет у меня И книги Разошлись Торожом Сто Двести Экземпляров Не тысяч Представляете А как Было бы здорово Если бы Вот это Вот Самые Перестали бы Калечить деревья Просто Калечить А потом Когда деревья Калечатся От природы Перестали их Калечить Лича Лича Калечит Вот Вот и все Ну да Вот это Такая Седовишка Вот такая Вот Это тоже Мой абрикос Видите Туалет Я всегда Удумали Что где-то Что-то Вот туалет Соседский За забором Легко Сориентироваться Вот это Мой абрикос Значит Это Моих Участок Вот так Он спасался Вот это Молчок Который Требуется Уничтожать Сразу А дерево Было моложе Вот Интересно Что Сейчас Целую серию Фильмов Делает Мой брат Железов Юрий Владимирович Толковый Этот самый Компьютерщик Вот И там Как раз С этого дерева Оно было Всего Моложе На 2-3 года И как раз Там это Он взял Оттуда Там ветки 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 Как раз На фоне Вот тут же Рядом окна Справа В нескольких метрах Окна И вот как раз Эти ветки 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 Все в плодах А потом Пришла страшная беда Вот Видите И это Это тоже Он начал умирать Появилось Два побега Вот они Ниже Но они культурные Почему Посмотрите На самый низ Это же учеба Друзья Видите Вот Это ранняя Ранняя весна Вот 4 марта Оттаяло Потом кстати Опять засыпало Снегом Но На какой-то момент Оттаяло Потом засыпало Потом оттаяло Засыпало И вот Он стоит В мокроте Как сказать В мокроте Вот Моих Важнейших доказательств Важнейших Открытий Когда Отказываешься От общепринятого Приема Так То есть Полное Отрезывание Вот Одна Вот вторая Полностью Не отрезал Так Оставил Это как пробка Чтобы туда мороз И шел Кто-то может Сказать Да Константинович Этим ты угробил Дерево А я скажу Что оно было бы Дано мертво Если бы Не вот это Вот Если бы Не оставлял На данный момент Вопрос открытый Я сейчас О другом Итак Появилось Два волчка Дерево Возродилось И плода Носит Мало того Что плода Носит Вот А вот они Светочки Для вас брал Вот откуда А это Королевские Вот Теперь Посмотрели Мы еще На такой Вариант Так Идем дальше Вот Полюбуемся Вот они Морозобоины И никогда Ничего Не делаю А вот Это вот Судя По забору Где Этому уже Скоро Тридцать лет Дерево И не стал И ничего С ним делать И не белил Я его И не это Вот Можете Меня слушать Можете не слушать Вот Страшные силы Которые требуются На лечение деревьев На уход за ними На выдуманное Все Усе не деньги Лучше Пару сальцу Купите А они Вас отблагодарят Вот видите Все чистенько Вот это Отрезано Только для того Чтобы Выше ветки Дали Побеги Такие Продажные Чайники дали Вот Вот это Интересный момент Вот она Должна быть Дано Мертво Это моя Вишня Она тоже Привита Кстати Вот Привита Смотрите Где Вот здесь Так как здесь Я вот Чем Что я утверждаю Смотрите Стоило Привить У самой земли И я теперь Имею Если бы Был штаб Метровый Как положено Вот Метровый И его поддерживать В чистоте То есть Все что ниже Резать Дерево Было бы Если не мертво То ему все равно Скоро смерть Будет Это ветки А так Вот Искультурные части Полезли ветки Искультурные Вот они Вот так Теперь Здесь тоже самое Получилось Казалось бы Ну раз Не вмешиваясь Дерево должно было Довно погибнуть Туда вода Попадает Там лед Там все Но дерево Каким-то образом И вот здесь Еще ниже У самой земли Дерево Защищается К само И не собирается Она умирать Вообще Таких мысли нет Вот А вот эта прививка Это же Из Дедовского сада Береславский район Херсонской области Так Оттуда Херсонская область На днем До сих пор Ни одной Сухой веточки И я не мешаюсь В его жизни Представляете Раньше бы Кто-то бы Приехал бы Специально Взял бы пилу И давай его лечить Пилой То же самое Вот здесь вот Давно уже течет Новая жизнь Вот это место Портилось А дерево Будет все равно жить Ну а это вы видели Так называемое Образдование Вот Я считаю Совершенно опаснейший прием Это чья-то фантазия Буйная Старая Которая Потом начала Тиражироваться Тиражироваться Потому что Нет таких приемов Нет книги Нет гонораров Вот Нет сатей Нет гонораров А вот таких приемов Потом выдумывали Вот Вот имеем Оно ему надо Когда-то Образуется Трещина Давайте их заранее Пододелаем И тогда Кора Когда будет Расходиться Не будет трескаться Будет Куда Надеемся Только Мы уже Заранее Скажем Дерем Спасибо за субтитры Алексею Дуброва